Товарищи красноармейцы Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской Революции. Товарищи, вироломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда-Машни. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяться. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь как-то просчитался. Несмотря на временные неуспеши, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, наносимый король Европы. А наша страна, вся наша страна, организовала средний боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. В годы, когда наша страна находилась в еще более тяжелом полотенке. Вспомните 1918 год, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской Революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервенторов. Украина, Кавказ, Средняя Ярдия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временными потерями намного. У нас не было союзников, у нас не было красной ярмарки. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 15 государств насевали тогда на нас. Но мы не уливали. Не падали, не падали, в одну войну организовали под нами красную ярмарку и превратили нашу страну в военную лагерь. Пусть велика улей, разновлялась тогда на войну против интервенторов. И что же? Мы разбили интервенторов, вернули все под ним и рекомендуем. И добились победы. И пол положения нашей страны куда лучше, чем 20-30 годов. Наша страна во много раз богаче будет. И промышленному спорту, и продовольственным, и сериалом, чем 20-30 годов. У нас есть, я говорю, сайты, державшие вместе с там единый фронт, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы. Отставших поднигодить европейские деяния. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флот. В руки отстаивающие свободу и независимость нашей войны. У нас нет серьезной захватки. Ни в протоколе, ни в вооружении, ни в аплодировании. Вся наша страна, все народы нашей страны. Отбирают нашу армию, наши плоды. Хватает им разбить захватнические органы немецких фашистов. Наши людские резервы не ищут праздник. Пусть великого линия и выполненочные знамя восстановлены постепенно. А отечественную войну, так же, как 23 года праздник. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепугания, интеллигентики. Не так страшен черт, как и он волью. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политические декста в сваленные немецкие войска? Если судить не по хвостливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германии не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германия теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает крови, ее людские резервы истекаются. Дух возмущения обладает не только народам Европы, подпавшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народам, которые не видят конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может быть этого, долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи Красноармейцы Краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилуспособные, уничтоженные, разбойничие, горды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игрок, немецкие тираны, как нас в своих освободителях. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Будьте же достойны этой миссии. Выведет эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Александра Олегского, Дмитрия Донского, Кузнеменина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Бутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Под знаменем людьми. Вперед! Победа! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...